Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем играть в игру под названием Ash of War, которая рассказывает о жизни обычного человека на войне. Благо, ему в прошлой серии хватило мозгов понять, что война это плохо, ведь на его глазах был убит товарищ, и наш герой не смог ничего сделать, был подавлен. Но вот прошло несколько месяцев, и что же в его жизни изменилось? Сейчас мы с вами это и узнаем. Такс. Нас снова отправили в какую-то операцию, но на этот раз мы сопровождаем конвой. С винтовкой в руках. Держитесь, я вызываю авиацию. Да, я уже на месте стрелка, но где мой пулемет, блин? Почему я должен стрелять из винтовки, которая стреляет к тому же одиночными выстрелами? Да блин, еще попробуй попади здесь. Так, минус один. Чуваки выдерживают выстрелы в голову. Найс, найс. Террористы, супертехнологии, киберпанк, они... У них кибер... Игментации, блин, что за хрень? Мне пол хп сняли за раз. Ладно, хотя бы я знаю, как восстанавливаться. Просто сидим в машине и балдеем. Так, что этот чувак планирует сделать? У него что там? Гранатомет. Да, я не могу прицелиться. Даже не передать словами, насколько криво работает этот прицел. Это как стрелять по банкам в первой серии, только в этот же раз. Еще и вражеская машина постоянно движется. Но чудесным образом удается, конечно, время от времени кого-то подстрелить. Главное больше сидеть внутри и просто хилиться. И вовремя высовывать голову. Когда чуваки не стреляют. Тогда я буду жить. По какому принципу они попадают в меня или нет? Ведь я не могу уворачиваться. Тут чисто стоит рассчитывать на кривизну уражеских стрелков. Расстрелял. Можно пока немного в машине посидеть, восстановить хп. Пока тот заряжает. А теперь его. Офигеть. Ладно, снова перезарядочка. Какие они все жирные. Это из-за обмоток их? Они такие серьезные. Блин, один выстрел. Сразу пятую часть хп. Это безумие! Что это такое? Друзья, это пулемет. Да, у них есть пулемет. Еще и со щитком бронированным. Чувак, походу, в шлеме. Как его прострелить? Выстрелы в голову. Похер ему на выстрелы в голову. Чудом, чудом его смог убить. Едем дальше. Где авиация, мать их? Где авиация? Нахера вы поехали воевать? Вообще, почему я один стреляю? Почему нет авиации? Почему где все? Где танки? Где корабли? Где все? Где? 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 Одна машина. Куча талибов. И я с одной винтовкой. С которой вообще стрелять невозможно. В жизни стрелять проще, чем с этого говна, которым пользуюсь я. Ладно. Надеюсь, больше пулеметов не будет. Хотя, если продолжаются волны вражеские, я думаю, пулемет это был только начало. Дальше будет еще жестче. Может, танки поедут? Мне скажут, Саша, пожалуйста, или Джо, за которого я играю. Убей танк. Будь тебе граната, убивай танк. Жесть. Чувак был подавлен после убийства одного человека, да? После увиденной смерти. А тут он убивает уже талибов, как Рэмбо. Как Терминатор. Десятками. Почему бы и нет? Обычный пацан. Вчера из школы пришел. Да, пора воевать. Думает он. Ну, вроде бы наловчился, начал стрелять получше. Это радует. Да. Фух. О, я думал, он уже выстрелит. Ах, вот это было жестко. Так, ладно, чуваки уже начали приседать. Прячутся, да? Боятся. Боятся. Но они не попадают. Они стали кривее. Это единственное, что вселяет в меня надежду на победу. Это жертв должно рано или поздно закончиться. Не может же это происходить вечно, переспелка. Либо должна прилететь авиация, либо я их всех перебью. Зачем вообще нам авиация, танки и прочее? Если есть Джо. Джо лучше любого танка, лучше любого истребителя, либо бомбардировщика. Если есть проблемы, просто звоните Джо. Он возьмет свою любимую М16 и... Опять. Ладно. Тут главное... Выстрелы в голову. Плевать. В лоб. Прилетела пуля в лоб, он жив. Еще один. Ладно. Попасть в голову бы. Давай же. Да бляха-муха. Ладно, спрячемся. ХП, ХП. Перезарядиться. Я не могу попасть в него просто вообще никак. У-у-у-у. Ес. Отличная работа, Джо. Их ведь больше не будет. Скажите, пожалуйста, что их больше не будет. Я думаю, они отстали. Так держать. Кажется, впереди чисто. Выдвигаемся в деревню. Самолет. Вы вызывали там авиацию вроде. Мне показалось, может, вначале. Я читать не умею. Буквы неправильно воспринимаю. Где самолеты? Ох уж это, Джо. Ладно. Главное победа. Остальное ерунда. Ну ладно. Что тут за воспоминания у Джо? Нас поджидало западня. У меня очень плохое предчувствие. Я начал подозревать, что они могут вернуться. Мы истощены морально и физически. Силы на исходе. Еле отбились от них. Нужно поторопиться с эвакуацией заложников, пока чертовы шакалы не прибыли вновь. Мы? Кто мы? Я один. Я один от них отбивался. Вы ничего не делали. Солдат Джо. Один за всю армию. Дом за домом мы зачищали чертов город, который в любую секунду мог стать нашей братской могилой. Это кусочки чипсов? В конце концов, на старой обшарпанной доске я нашел куски бумаги. Казалось, если сложить их вместе, могла бы получиться карта. Только вот карта чего? Пока что для меня загадка. На мгновение я почему-то вспомнил детство. Как папа с мамой купили мне пазл с изображением на нем авто. Не время раскисать Джо. Нужно идти дальше. Но чувак, должен сказать, очень странно переносит убийство сотен человек, которых он сейчас убил. И мы подошли к последней деревне в обозначенном районе. Возможно, именно здесь я найду ответы на возникший вопрос. Ему плевать, он даже не переживает. Вот это психика. В то же время, наш отряд надеется найти в этой деревне заложников. Мы не теряем надежду и верим, что время еще есть. Хватит уже смертей, ни в чем не повинных жизней. Это так вот Хаммер выглядит старый внутри, да? Или это... БТР какой-то был. Штаб докладывает, подкрепление приближается к границе. Отряд, найти следы заложников. Отбой. Джо, зачисти периметр. Опять Джо. Ха-ха, Джо! Джо, супер солдат! Супермен! Ха-ха-ха! Универсальный солдат, киборг! Бог войны Джо! Ха-ха-ха! Нахер Кратоса, у нас есть Джо! Ха-ха-ха! Что за жесть? Джо, ну ты даешь! Ладно, здесь никого нет. А чувак просто будет сидеть, чистить винтовку. Где твоя винтовка была, когда мы ехали на машине? Чел! Где твоя винтовка была? Ну ладно, может ты за рулем сидел? Давай поговорим. Сэр, вы в порядке? Сэр и Джо, это личное. Тут сэр уже Джо должен быть. Вы все не сэры. Я сэр. Джо всех победил. Джо генерал армии. Джо надо сделать президентом. Вон стоят, соплю жуют наверху. Джо, залетай в этот дом. Давай, что у нас тут, Джо? Так, мы внутри. Что, здесь куча дверей? Что, и в каждую я могу зайти, что ли? Я не хочу в каждую заходить. Ну давайте зайдем. Может там заложники? Я не могу открыть. Я должен найти ключ. Выбей с ноги, Джо. Где твоя суперсила? Ты же можешь с ноги выбить эту дверь. Так, ну здесь ничего похожего на ключ нету, да? Джо колбасит что-то. Подняться наверх тоже не получится, ибо лестницы нету. Просто нету. Я должен найти ключ. Где я найти ключ? Ладно, уходим. А, вот есть подъемная по лестнице. А как подняться? А, вот так вот. Окей, мы наверху. Хорошо, что тут? Заперто. Эта дверь выделяется на фоне остальных. Может быть здесь будет ключ? Да где мне этот чертов ключ взять? Кинь гранату, выбей дверь. Ну, ты же военный, алло. От этого зависит от жизни людей. А я не могу найти ключ. Да, давайте оставим там заложников, ведь у нас нет ключа. Как выйти теперь из этого дома вообще? Это выход. Как выйти из дома? Джо, ты умеешь выходить из дома? А, вот выход из дома. Ёлки-палки. Ха-ха-ха. Попробуй его ещё найти. А они там наверху стоят. Значит, они уже вошли в дом. Стало быть, мне этот дом не нужен. Идём дальше. А где все жители деревни? Я что-то понять не могу. Заложники, это понятно. Талибы тоже, но... Где жители деревни? Алло. Куда они сиделись? Они эвакуировались? Или прячутся в катакомбах? Или что-то с ними вы сделали? С бедными несчастными жителями деревни? Джо не способен на такое. Джо может убивать только десятками людей. А что-то ещё нет. Так, суки, двигаем направо. Направо, 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 направо. Пока все прохлаждаются. Но хоть в этом доме будет что-то. Что? А, вон ключ висит, похоже, да? Это похоже на ключ, смотрите. Вон. Висит ключ на этой, на вешалке. На крючке. Ха-ха, наверх подняться нельзя. Вот же ключ висит. Да, вы получили ключи. Отлично. Хорошо, что я их заметил. Ибо не было никакой интеракции. Проход здесь тоже запечатан, да? Подняться не получится. Да. Плющ есть, возвращаемся назад, открываем двери. В которых уже есть солдаты, они на балконе сидят. И, в общем-то, всё это странно. Но. Вообще-то Джо боится закрытых помещений. В прошлый раз там убили товарища. Ведь в этот раз это не повторится. Хотя, стоп. Они вышли на балкон, но они не были внутри помещения, я думаю. Да, на балкон выход отдельный. Квартиры выводят, выходят на другую сторону. Лаперто. Да, у тебя ключ есть. Прикинь, Джо, у тебя есть ключ. Ха-ха, у тебя же есть ключ. Так, а как использовать ключ? Может быть, что-то надо сделать? Джо, у тебя как бы ключ есть? Ты же нашёл ключ, Джо. Джо, ты же нашёл ключ. Друг, Джо. Ты же нашёл ключ. Ладно, может быть, это не тот ключ. Наверное, это просто не тот ключ. Саня, чё ты это? Не нервничай, не переживай. Это не тот ключ. Заперто. Нужен ключ. А в руках у тебя что? Кусок балбеса. А, вот куда ключ ведёт. Вот в эту комнату. Что ж, окей. Хм, выглядит, кажется, что я... Вы получили фрагмент карты. Нельзя ждать. Что-нибудь есть? Я нашёл кусок карты. Это полезная информация? Я, кстати, видел и в других местах ещё карты кусок. Может быть, нужно бегать по миру и собирать эту грёбаную карту? Ладно. Один кусочек найден. Что тут? Открой, у тебя ж... Ты ж нашёл ключ, чувак. Ты ж умеешь пользоваться этим ключом. Ладно, спускаемся вниз. Я видел ещё вот в этой двери кусочек карты. Давай, Джонни. Джонни. Хотя, Джо... Это не Джонни, да? Или это Джонни? Джон. Это ж было... Подожди, была ж открыта дверь? Или это была дверь открыта? Что-то я туплю. Джон, туплю, туплю, туплю. Это не фрагмент карты? Нашли фрагмент карты. Ещё один. И сколько таких фрагментов Джо должно быть? Ладно, выходим отсюда. Больше ни ключей, ни фрагментов карты конкретно тут я не видел. Пойдём обыщем и другие помещения на наличии этой карты. Но куда ведёт эта карта? Это Эльдорадо она откроет нам? Или что? Или как? Или чё? Сюда зайти нельзя, да? Либо ищи, Джо, ещё ключи. Что называется? Либо... Находи остатки карты. Вон ещё кусочек карты. Может, когда я найду все фрагменты карты, что-то произойдёт? Штаб докладывает, подкрепление приближается к границе. Хорошо, это радует. Джо, как идиот, бегает, собирает куски карты. Он реально думает, что он в компьютерной игре. Ведь вы помните, что персонаж, за которого мы играем, он наигрался в игры и решил отправиться на войну. И он продолжает играть в игры. Устроил себе какой-то квест, ищет куски карты, блин. Странные, чувак, странные, крайне странные. Так, сюда теперь. Вон кусочек карты, я вижу. Кусочек карты, кусочек карты. Сюда его, пожалуйста. Вы получили фрагмент карты. Большое спасибо. Очень приятно об этом слышать. Ну и осталось всего ничего. Последнее помещение. Там должен быть последний кусок карты. Иначе я просто не знаю, куда идти и что искать. Вон на кровати лежит кусок карты. Что нам это даст? Все, вы получили фрагмент карты. Отлично! Я нашел что-то. Это фрагменты, их можно вращать. Должна получиться карта или что-то типа того. Я могу перемещать вправо. Так, это то, что справа ты уже сложил, да? И я должен как бы продолжить это собирать. Откуда этот кусок? Похоже, откуда-то отсюда. Нет. Это отсюда, стопудово, да. Это отсюда. Вот так. По-любому. Это откуда? Это тоже по цвету имеет что-то схожее. Наверное, откуда-то отсюда, нет? Блин. Как я не люблю подобные вещи. Ладно. У нас еще кусок есть. Куда его можно засандалить? Точно не сюда. Вот сюда. Вот он. Хорошо. Кусков становится меньше. Карта собирается. И получает какой-то адекватный нормальный вид. Зачем я пытаюсь сюда-сюда вставить? Это же явно не отсюда. Так. Вот кусок. Найден. По форме надо найти сюда. Не подходит. Это сюда? Нет? Нет, нет, нет. Вот сюда нужен кусочек. Ладно. Пока попробую использовать этот. Во. Хорошо. Мощуську эту, наверное... Нет, не сюда. Похоже, в центре фрагмент собирается из мощусек. Ну ладно, пока разберемся с этим. Это что-то вот такое, по идее, должно быть. Но оно сюда не становится. Может куда-то сюда? Нет, тоже неверно. И не так. Во. Ха. Найден фрагмент. Шикарно. А вот этот кусок меня пугает. О, вот его место. Так. Вот еще кусочек. Похоже, он отсюда. Дальше, 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 дальше. Похоже, вот он. Вот он этот кусок. Отлично. Фух. Вот эту хрень я вообще понятия не имею, куда можно засандалить. Похоже, что сюда, да? Но оно похоже. Вот так бы подошло, смотрите. Серьезно? Можно было и так поставить? Не знал. Вот кусок. Но все становится гораздо проще. Видимо, на этой карте будет указано расположение заложников. Жесть. Прикиньте, спаянные такими вещами занимались. Бегали бы, собирали рваные карты. Хе-хе. Так, куда это? Сюда. Так. Стались самые мерзкие, самые маленькие кусочки. Сперва разберемся с этим. Теперь надо взять кусок побольше и поставить его вот сюда. Ага, не сюда. Вот сюда. Это что такое? Это вообще непонятно. А вот. Фух. Ну. Осталось только подбирать по кускам вот так. Все просто. На самом деле, все довольно просто. Нужно немного терпения, внимательности, которой у меня обычно не бывает. И все получится. Карта собрана. На карте есть код Морзе. Я как-то записал алфавит. Попробую перевести. Так, ладно. Первое. Тире, точка, тире, точка. Тире, точка, тире, точка. Не вижу такого. Это первая буква, да, получается? Тире, точка, тире, точка. А вот, это С. Это С. Так. Тире, точка, тире, точка. Все верно. Дальше. Точка, тире, тире. Точка, тире. Точка, тире. Это А. Просто тире, это какая-то Т получается. Точка, тире, это снова А. Тире, точка, тире, точка. Это снова С. И три тире. Это у нас О. Что бы это могло значить? Вообще непонятно. Возможно, и не получится никогда в жизни это расшифровать. Два тире. Кто, друзья, знает азбуку Морзе? Сто пудово кто-то ее учил где-то. В каком-нибудь, возможно, кружке или что-то в этом духе. Так, с М буквы. Сюда. Тире, три точки. Охренеть. Это Б. Вообще ничего непонятно, что получается. Ну, как бы, первая часть точно должна совпадать. Так, снова Б. Точка, это Е. Четыре точки, это у нас что? Это H. Две точки. Behind получится, да? Давайте проверим. Я даже не смотрю. Да, behind должно получиться. Вот, первые, как бы, буквы, первые слова. Вообще непонятно, что они значат. Ну и третья часть. Да, болье. А, снова A. Точка, тире, две точки. А вот это уже посложнее. Так, надо найти ее. Точка, два тире. А мне нужна точка, тире, две точки. А вот, это L. Волл, да? Волл, получается. Все верно, хорошо. Катакомбы за стеной. Я знал. Здорово, чувак. Здорово, что ты знал, что. Что произошло? Взрыв какой-то или что? Катакомбы за стеной. Да, это прекрасно. За стеной только где? За стеной чего, катакомбы? За стеной в этом здании? Или за стеной в другом каком-то здании? Зачем я вообще вышел? А, это, похоже, был взрыв. Друзья, похоже, это был взрыв, и те чуваки взорвали стену. Хоть что-то полезное они сделали. И там-то и должны быть катакомбы. Логично. Вполне, по-моему. Отправляемся туда. Только в каком это здании? В большом? А они будут продолжать стоять курить. Да, нет, они, смотрите-ка, ушли. Значит, реально уже в здании. Ну и где вы? Так, стоп. За стеной в каком здании, хотя бы мне сказали бы? Ну, явно не в этом. В одном из маленьких зданий? Ну, и не на втором этаже, по-любому. На втором этаже было бы странно, да? Строить вход в катакомбы. Хотя довольно хитро. Довольно хитро. Но странно, очень странно. Пробежимся еще по домам. Блин, он так долго выходит из здания, просто невыносимо. Джо, мог бы и быстрее двигаться. А, вот они, смотрите-ка. Где ты был? Джо, на прогулке нет времени. Серьезно? Ты серьезно? Джо, ой, Адам. Ты поехал, что ты издеваешься еще надо мной, да? Ладно, друзья, на этом пока заканчиваются приключения нашего супермена Джо. Продолжим в следующий раз. Я эту игру уже дойду до конца. У нас начал, надо проходить. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, удачи, пока.